В Саратове не вышел на линию троллейбус номер 7. Причина не в технической неисправности. Это способ борьбы с должниками за потребленное электричество. Как вышло, что за чужие долги придется отвечать рядовым пассажирам в нашем сюжете. Трамваи троллейбуса Саратова снова претендуют на попадание в Красную книгу исчезающих видов. 29 июня истекает отсрочка, которую энергетики дали Саратов-Горэлектротрансу. Первой жертвой стал троллейбус номер 7, который ходит от Третьей дачной в Елшанку. Электричество на линиях Саратов-Энерго отключает за долги. Сейчас эта цифра около 7 миллионов рублей. Энергетики больше ждать не намерены. Всем тем, кто претензии хочет к нам, есть желание содержать за свой счет Горэлектротранс. Вперед, никому это не возбраняется. Мы, к сожалению, этого сделать больше не можем. У нас кредитный портфель достиг уже миллиард триста. Больше банки не дают. Коллеги, мы не в состоянии содержать даже очень важные и понятно, что нужные объекты. Проблема с долгами уже обросла бородой. Растут ценные тарифы на электроэнергию, соответственно, растут затраты на перевозку пассажиров. Доходов Горэлектротранса не хватает. Но все же большую часть долга – 19 миллионов рублей – транспортники погасили. Это существенно ударило по предприятию, говорят городские власти. Нет средств на ремонт путей и подвижного состава, на запчасти и зарплату работникам. При этом область свою часть обязательств выполнить не спешит. За перевозку социальных льготников Горэлектротрансу из областного бюджета должны более 13 миллионов рублей. Тем временем «Саратовэнерго» грозит обесточить все семейство рогатых. Вплоть до сверхпопулярного в часы пик трамвая номер три, который соединяет Ленинский район Саратова с центром. Пассажиры яростно против. Мы работаем в крытом рынке здесь, и нам очень удобно с третьей дачи добираться только трамваем. Нам автобусы вообще очень неудобны, потому что все время пробки, все время пробки, мы опаздываем на работу. Газели не люблю, набиваются как эти, там неограниченное количество, а водители стараются забить ее, как селедку в бочку. Трамвай намного лучше. Я на третьем трамвае всегда на работу езжу, поэтому если его не будет, надо будет на автобус, а автобус может в пробке застрять. Но стояние в автобусах, в пробках областные власти проблемой, похоже, не считают. Зампред правительства Валерий Сараев посоветовал организовать в Саратове подвоз пассажиров автобусами к остановкам электротранспорта и провести ревизию автобусных маршрутов, которые ходят параллельно трамваям и троллейбусам. Юлия Шишкина, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов. История с остановкой электротранспорта в Саратове получила неожиданно скорое разрешение. Хотя, возможно, это временный выход. Стало известно, что Саратов-Горэлектротранс погасил долг перед энергетиками. В Саратовэнерго заверили, что до конца июля вопрос по платежам закрыт. Соответственно, второй летний месяц трамваи и троллейбусы будут выходить на Саратовские улицы в соответствии с расписанием. Это коснется и троллейбуса номер 7, который сегодня утром не вышел на линию из-за обесточки.